Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Доброе утро. В студии Елена Яковлева. На календаре 10 ноября. Сегодня в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Мы поздравляем сотрудников полиции с праздником и пригласили сегодня к нам в студию представители этой профессии. У нас в гостях ветеран органов внутренних дел, председатель общественного совета прорегиональным УМВД Малышев Джамал Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И участковый полномоченный полиции, младший лейтенант полиции Максим Васильев. Доброе утро. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, почему люди идут в эту профессию? Почему вы решили посвятить свою жизнь службе в полиции? Джамал Васильевич, давайте с вас начнем. Ну, для меня это до сегодняшнего дня загадка, потому что, когда я уже работал, скажем, начальником УВД города Пскова, то всех тех, кто приходил поступать на службу, я отговаривал всеми силами. Почему? Ну, потому что, во-первых, это физически трудная служба, это психологически тяжелая служба. Я вам говорил, что от вас отвернутся многие друзья. На вас будут косо смотреть соседи. Вам постоянно надо будет следить за собой, чтобы не сказать чего-нибудь не такого, не сделать чего-нибудь выходящего за рамки требований закона, морали, нравственности, этики и так далее. Это довольно сложно ограничивать себя во всем. И в то же время требовать от других этого. Хотя внутренне сам понимаешь, что ты не совсем соответствующий тому, что требуешь от других. Ну, каким-то примером быть таким, да? Ну, да. Для общества в целом, для людей, да? Да, конечно. Вы попробуйте, оденьте форму полицейского, милиционера и пройти по городу. Просто пройти. Что это значит? Это значит, что постоянно чувствуешь себя обязанным. На тебя смотрят? Да, на тебя смотрят, тебя оценивают. А как вы пришли в службу? По чему-то совету, по чему-то примеру? Почему вы решили связать свою жизнь? Ну, это покажется смешным, наверное. После армии мне сказали в военкомате, что мы вас еще до 30 лет 3 года будем приглашать. Я был водителем в армии, водителем на целину и так далее и тому подобное. По 3-6 месяцев вы будете ездить туда, и это будет продолжаться 3 года. Я у них спросил, куда можно от вас скрыться? Они мне сказали, можно скрыться, поступить в органы внутренних дел, в Комитет государственной безопасности и в любую военнезеренную организацию. Ну, я так и сделал. Таким образом, значит, да? Да. Но это было такое первое желание уйти от этого, потому что все-таки 3 года службы в армии, это достаточно тяжело было. Сейчас год служит, и говорят, тяжело, да? Ну, да. Человек же оценивает это по себе. А потом остались? Ну, да. А потом я посмотрел, что кто-то же должен здесь работать. Кто-то должен нести ответственность, защищать общество? Ну, да. Максим, а у вас какая история? Вот все, что говорил Джамал Васильевич, это действительно так? Вы сейчас сидите передо мной в форме, вышли сюда вот в форме, да. На вас вот так же действительно смотрят на улицы, оценивают, придираются, может быть? Ну, смотрят, конечно, да. Придираются, не придираются, но внимание на тебя, конечно, привлекаешь. А соседи, друзья вот действительно так отворачиваются, как-то вот относятся не так? Нет, соседи, друзья не отворачиваются, все понимают, это близкие родственники, все понимают, ничего такого не говорят. Как вы пришли в профессию? Очень просто, я думаю, у каждого детства была мечта, вот моей мечтой была служба в полиции, и, соответственно, после учебы, после армии я пошел в органы внутренних дел. Родственники не отговаривали? Нет, не отговаривали. А пример какой-то был, может быть, семейный? Нет, не было, по своей воле, по своей инициативе. Мне кажется, все-таки должен быть какая-то такая, знаете, точка отчета, когда человек решает для себя сделать этот жизненный выбор. Вряд ли это происходит в детском саду или в школе, это уже более, мне кажется, зрелый такой возраст. Ну, в осознанном возрасте, да, все равно хотел. Анализируешь все какие-то плюсы, минусы, риски, да, там, например, и отправляешься. Пока не попробуешь, не узнаешь, что это такое. Сколько вы уже служите? Третий год. Джамал Васильевич, вы уже в отставке, вы уже видели эту службу, как есть от и до, да? Это было тяжело? Ну, по-разному было. В основном это нравственно тяжело, психологически тяжело, потому что ежедневно, идя на работу, там, ну, по 10-12 часов мы работали в свое время. Значит, что встречаешься с людьми, не самыми лучшими представителями рода человеческого и со всеми уродствами человеческими, это непросто. Это накладывало все отпечаток на вашу личность? Вы пропускали это все через себя, скажем так? Да, какое-то время пропускал там полностью, потом стал уже фильтровать. С возрастом, с опытом приходит, да? Да, а потом уже спасал от чтения литературы, сихотворения, отвлекался вот таким вот путем. Ну, все дело в том, что мы-то со временем, ну, и не только мы, а люди, которые работают с людьми, врачи, сотрудники милиции, полиции, они же все время психологически выгорают. Сначала они реагируют нормально по-человечески, а потом уже на человеческую боль, на все это поведение, а потом они уже фильтруют это, потому что иначе им не выжить будет, не сломаются психологически. Ну, и потом смотреть на жизнь через окошко там средственного изолятора, изолятора временного содержания, это не совсем нормально же. Понимать, что жизнь и другая, вот другую жизнь приходится вот осваивать через там литературу там и так далее, ну, на театры там и на поездки там куда-то времени там особенно не было, но вот урывал время от сна и читал, читал. А что вы любили читать, что сейчас читаете? Ну, классику, классику, начиная от Пушкина, Лермонтова, Толстого, особенно его избранные вещи. Я просто представляю, как вы после тяжелого дня, когда вот вы говорили, вы видели все эти вот нравственные уродства и преступников и прочее, вы как-то спасались, что ли, тем стержнем литературным, да, на который все ориентируются еще со школы. Это удивительно. Ну, вы знаете, это не совсем так, потому что, к сожалению, профессия накладывает отпечаток на психику человека. И вот читаешь Толстого, он фальшивые купоны. Ну, прочитали, прочитали. Я прочитал, я там посмотрел причинно-следственную связь между шалостью детской и убийством, которое потом произошло из-за шалости этой детской, по цепочке причинно-следственных связей. Ни дети этого не хотели, конечно, но так вот в жизни связано. И отец Сергий, и Крейцер, и Вассаната, и все остальное. Читаешь и смотришь уже через призму своей профессии. Да видишь такие вещи, которые другие люди их не видят просто. Мне кажется, когда читаешь в школе, ты не настолько глубоко это все пропускаешь через себя и анализируешь. Может быть, некоторые вещи действительно надо и надо перечитывать уже в позднем возрасте. К сожалению, в школе не столько приучают к литературе, сколько отвращают от нее. Потому что надо запоминать герой, запоминать сюжет, запоминать еще что-то. Я уже только после школы, где-то лет 25-30, уже стал читать для себя. А детективы любите? Нет, я их никогда не читаю, потому что ничего общего с реальной жизнью, с реальным криминалом, криминалистикой, борьбой с преступностью там нет. А фильмы? Фильмы тоже. Вообще ничего детективного не читаю, стараюсь уходить от этого. Я думаю, врачи тоже не смотрят фильмы про... Про врачей? Да, про врачей, про медицину и так далее. Им это неинтересно. Максим, хочу спросить у вас. Джамал Васильевич говорит, что все приходится пропускать через себя. Происходит выгорание какое-то, усталость, я так понимаю. У вас есть это спустя 3 года службы? Ну, конечно, все это понимаешь, это видишь. Каждый день с разными людьми общаешься, контингент разный. Поэтому, да. А как вам удается сохранять какой-то позитив, оптимизм? Ведь без этого нельзя жить, наверное, правда? Ну, вот удается, да, не знаю, может, не так принимать все это близко к себе. Домой не приносите все вот эти вот вещи? Нет, домой стараюсь все не приносить, все. А как избавляетесь? Ну, просто сам понимает, что это не нужно. Переходите в порог квартиры и все остается там. И не погружаетесь в эти мысли никогда. Ну, стараюсь не погружаться, да. А как проходит ваш рабочий день? Расскажите нам по часам. В основном это работа с гражданами, профилактическая работа. То есть, ну, люди обращаются, должны исполнять, как-то работать. У вас есть участок? Какой у вас участок в городе, вот, в Пскове? 48-й административный участок на Запскове. На Запскове. Район спокойный? Ну, да, относительно спокойный. А какой неспокойный у нас в городе? А вот этого не могу сказать, везде по-разному. Джамал Васильевич, а вы можете так сказать на скидку, какой у нас такой самый беспокойный район в городе? Ну, беспокойный район города, когда я работал в городе, это было Любятово, потому что туда ссылали обстоятельства жизни людей, которые не могли устроиться в другом месте, не могли найти жилье в другом месте. Их приглашали на работу на Псков-Кирпич, на Псков-Кирпич приглашали раннесудимых, алкоголиков, там, и так далее, и так далее. Поэтому они там все селились, и обстановка там была такая. Сейчас окраины города несколько преображаются, на мой взгляд. Строятся новые дома, туда въезжают семьи молодые, совершенно другого достатка, да? Да, сейчас, наверное, изменения есть. Максим, вы говорите, люди к вам обращаются каждый день. А с чем обращаются чаще всего? Это какие-то простые бытовые вещи? Семейно-бытовые отношения, да, конечно, тоже очень много. И вам приходится решать, кто прав, кто виноват, кто за что кого ударил, и как поступить вам? Ну, отчасти, да, конечно. Вы чувствуете себя таким, знаете, тальтейским судьей, что ли, вот таким человеком, который вот сейчас решит две судьбы? Не, ну, судьей... Ну, как бы у вас есть какое-то решение в руках, правильно? Ну, конечно, общаешься с одной стороны, с другой, а там уже как бы все вместе, уже можно решить вопрос какой-либо. Чаще всего удается договориться двум сторонам? В бытовых конфликтах? 50 на 50, да. А были какие-то сложные случаи, где нельзя было принять все такое решение какое-то важное, вот здесь, сейчас? Ну, просто людям говоришь, если они сами друг друга не понимают, нет взаимопонимания какого-то семейно-бытовых отношений, то просто одной стороне говоришь, ну, как правильно, ну, как можно поступить, второй стороне, и там они уже сами... А люди сейчас, граждане доверяют вам? Вы приходите такой молодой человек в погонах. И как вас встречают, когда, например, в семье конфликт с алкоголем, с драками, вот как вам удается разговаривать с людьми, убеждать? Примерно 90%, да, встречают положительно. Как бы относятся к отношению хорошее. Нормально. Граждане доверяют, да? Ну, я не могу с уверенностью сказать, да, нет. Ну, как по мне, тогда... Демал Васильевич, на ваш взгляд, люди сейчас вообще склонны доверять полиции, сотрудникам органов внутренних дел? Как относятся? Ну, вот мы проводили социологические опросы. Они показывают, что две трети в среднем доверяют. Ну, это средние. А молодежь, скажем, женского пола до 24 лет, они доверяют больше, чем молодежь этого же возраста, мужского пола. Лица 50, там, 65 лет доверяют больше, чем лица вот эти молодые. Жители, скажем, сельской местности доверяют больше, чем жители городской местности. Лица с высшим образованием доверяют меньше, чем лица без высшего образования и так далее. Поэтому социология такая своеобразная, и всех обстоятельств жизни очень трудно учесть. Но люди... Вот статья 9 есть федерального закона о полиции. Там сказано, что одним из основных показателей деятельности и полиции является доверие гражданам. Я когда поступал на службу, это был 1972 год, нам выдавали такую маленькую книжечку карманного формата. Это был приказ министра внутренних дел СССР, номер 235 от 1 июля 1969 года. А приказ назывался «О вежливом и внимательном отношении работников и милиции к гражданам». И первые строчки там звучали так, что действия милиции при всей ее строгости и решительности должны быть понятны широким массам населения. Это я помню на инсусть. 1972 года. Поэтому, если, конечно, жизнь меняется очень круто, очень резко, и ценности меняются, и отношения людей меняются, и люди потом... Их воспитывает же не только семья, школа, комсомол, там еще кто-то такой, а воспитывают социальные сети, воспитывают все эти сплетни, стереотипы, эти все лживые новости, подмена понятий и все такое. И они вот уж себя складывают по работникам полиции, что вот, там, они делают то, они делают это, там, Галунов какой-то там, ну, вот известная вещь. А это распространяется на всю полицию от Калининграда до Камчатки. На самом деле, ну да, есть такие, в семье не без уродов, на миллион человек сотрудников полиции в России, которые погоны носят, ну, конечно, ну, 3, 5, 10 человек таких найдутся. Вы мне скажите, в какой профессии их нет? А уж сотрудники полиции, которые приходят на работу, иногда им хочется побыстрее раскрыть какое-то преступление, а надо пройти определенную там методологию, там шаги надо, чтобы... Процедура, да, такую? Да, это доказательство было, это процессуально там обоснованным там и так далее. Ну, им хочется перепрыгнуть быстрее, потому что сроки, потому что там завтра еще преступление, надо будет работать и так далее. Вот они перепрыгивают через одно, и получается, там где-то понятно, скажем, 3 часа ночи не найти, оформлять надо протокол. Вот они записывают там какого-то знакомого, а потом этого понятого в суд вызывают, он говорит, да, я первый раз об этом слышу, там его не успели предупредить, что он 3 часа ночи там был там и все это видел и подписывался в этом протоколе и так далее. Ну, такие вот вещи бывают. У вас часто было такое в практике, когда ваши товарищи вели себя не по букве закона, не так, как должны вести себя полицейские? Как вы к ним относитесь? Я не хочу сказать, что это часто было, потому что все-таки инстинкт самосохранения у всех есть, потому что у нас была инспекция по личному составу, да и каждый руководитель подразделения, он не хочет иметь у себя на подразделении вот этого ЧП, скажем, и он тоже там с утра начинает с того, что имейте в виду, там, смотрите, вот там столько случаев, имейте то, потому что идут инструкции, идут там обзоры, накачки там и так далее и тому подобное, поэтому и руководитель подразделения, и если ответственные такие добросовестные там коллеги старшие, они тоже говорят, что этого не делай, пусть лучше это преступление останется нераскрытым, чем ты там вместо двух велосипедов выдашь один мопед этому потерпевшему, чтобы он заявление забрал там и так далее, и так далее. Вы остерегаете вот как бы своих коллег, да, молодых людей, молодых полицейских, отлично, естественно, если вовремя человек не останавливается, то это потом ходит у него в привычку, что, оказывается, так можно работать, и это всегда окончается очень плохо для него в первую очередь. Да, руководитель там выговор объявит, еще что-то сделает, но он-то в тюрьму пойдет, потому что три статьи в уголовном кодексе, превышение, злоупотребление и халатность, они все для должностных лиц органов внутренних дел в том числе. Еще такая сложность, мне кажется, составляет в любой профессии на сегодняшний день, ну, допустим, не в любой, но это есть. Например, в профессии учителя, врача, еще в некоторых. Это бумажная работа. Куда деваться от нее? Мне кажется, сейчас люди, которые лечат людей, учат детей, они исполняют свою работу, но в то же время они загружены какими-то бумагами, постоянными отчетами, постоянными заполнениями. В работе полицейского есть это сейчас? Да, в работе полицейского, особенно некоторых служб, где надо фиксировать все свои там действия, утро начинается с планерки. После планерки приходишь к руководителю. Руководитель говорит, так, чем будешь заниматься сегодня? Покажи планы работы. План работы должен быть расписан по содержанию мероприятий, по времени их исполнения и так далее. И хорошо, если без 5-6 он не говорит, зайдете ко мне и доложите, что вы сделали из плана работы и так далее. И это занимает, конечно, какое-то время. Ну, и писанины очень много. У нас и процессуальные вещи, и административные процессы, и уголовные особенные процессы, они так детализированы, они там столько требуются всяких вещей. Я в 89-м году был в Голландии по приглашению там их шефа полиции и ехал с ними в полицейской машине. В это время у них сигнал там произошел, что драка. Быстро подъезжает этот полицейский, успевает хватать этих двух там дерущихся, они были там темного цвета, не голландцы, там приезжие, двух свидетелей, сажает их в машину, в дороге заполняет, а у них там чемоданчик такой, в чемоданчике у них протоколы на все виды действий, примерно на 11 этих самых разных этих вещей. Он заполняет только место, время, фамилию и все, а протокол весь готов. Он там отпечатано, все. У нас не так? Да, цветные, да, у нас совершенно не так. Максим, подтвердите, да? Ну, такого у нас нет уже заполненного, да. Он привозит их прямо в суд, с места происшествия везет с протоколом этот суд, судья отдает 6 месяцев там тюрьмы им, он прямо, а он в это время звонит, чтобы на его патрульное место, на его маршрут, заступил другой маршрут, и тот резервный выезжает на его маршрут, он отвозит его в тюрьму, сдает его там, и приходит на свой маршрут, резервный уходит за 40 минут от преступления до тюрьмы. Фантастика, Максим, да? А у нас должен написать рапорт, потом его привезти, потом его сажают в изолятор временного содержания, потом материал передают дознавателю, если это там хулиганство, потом дознаватель 20 дней это ведет, потом идет к прокурору, прокурор дает там санкцию и утверждает обвинительное заключение, потом конвой везет его в суд, потом в суде там его осуждает, конвой привозит его уже в следственный изолятор там и так далее, это проходит, ну, почти месяц, ну, сравните, 40 минут один человек работает и месяц работает, милиционер там или участковый, дежурный, начальник ИВС, охрана-изолятора временного содержания, дознаватель, конвой там, и так далее, и тому подобное. Это вообще неслыхано. Ну, вот так мы и работаем. Я когда приехал, я написал специальную бумагу на имя начальника УВД, царства ему небесное, Осипов Станислав Вячеславович, он хотел это министру послать, чтобы мы эксперимент провели, но это менять надо уголовный кодекс, это надо менять административный кодекс, и никто на это не пойдет. Вообще в России по сравнению вот с другими странами, ну, с Голландией, я вижу, тут какая-то совершенно космическая скорость решения вот этих вопросов там присутствует, да? Вот эти все вещи российским полицейским неплохо перенять, правда, чтобы это здесь было? И вот по сравнению с другими странами, как там? Вы понимаете, у нас очень тяжелая история. У нас вот эти люди, 37-й год, репрессии, гражданская война, вот это все до 53-го года, НКВД, там, борьба, там и так далее. У нас общество было разделено, гражданская война, там, вредили, как могли, с вредителями надо было поступать по революционному очень быстро, были тройки целые, там людей вообще списком, там, человек 100, 3 человека, начальник НКВД, прокурор, там, и первый секретарь горкома обкома утверждали список и на второй день их расстреливали. Некогда было. И все это накладывает отпечаток на... Да, это такая тяжелая историческая история, поэтому решили, что лучше мы будем долго с адвокатами, с теми, с другими, но чтобы не было перегибов никаких. Ну, должно пройти какое-то время, наверное. И потом я все-таки думаю, что капитализм, он считает деньги, они считают деньги. Полицейские – это деньги, время его работы – это деньги, там, и так далее, и так далее, и так далее. Зарплата там выше? Да, зарплата там намного выше, и когда я с шефом полиции, там, и с ним разговаривал, а я жил у него дома целую неделю, это был 89-й год, Советский Союз был, а это страна НАТО, там, и так далее, да? Я говорю, слушай, а сколько человек у тебя на очереди стоит на жилье? Какое очередь? Какое жилье? Дважды, трижды он переспрашивал через переводчицу, там, и не понял. Вот он говорит, я им плачу зарплату, говорит, какое мне дело до их жилья, там, я совершенно этим не интересуюсь, говорит. И, видимо, зарплата такая, что жилье вопрос не встает. Да, да, там у них эти вопросы, у них нет этих вопросов. 89-й год, 90-й в России. Ну, как у меня складываются ощущения, как вообще зачастую такой стереотип, что это, наверное, самое опасное, самое трудное время по преступлениям, по раскрытию преступлений вообще в стране? Это действительно так или нет? Как вы считаете? 90-е? Ну, после 91-го года, это вообще трудно описать, что это было, потому что разрешили все, ничего не запрещали, и все решала сила. Было право силы. Не сила закона действовала, как до 91-го года, а закон силы. У кого была сила, тот был и прав. Ну, вы знаете, как и из танков стреляли по депутатам Верховного Совета, и из-за целесообразности. Хотя все знают, что еще со временем римского права высшая целесообразность, она заключена в законе, нигде, кроме законной, целесообразности искать не надо. При мне работать в советское время было намного проще, потому что самая главная все-таки задача милиции и полиции – это предупредить преступление. Так же, как болезнь, предупредить намного легче и безопаснее, чем потом ее лечить. Поэтому у нас для профилактики была масса возможностей. У нас были трудовые коллективы, там, где сейчас АТС, АДС, Псков-Маши, вот эти все заводы и так далее, где сейчас воздух продают, там рынки, да, так называемые. Тогда были трудовые коллективы. Что такое был трудовой коллектив? Это партийные организации, где коммунисты были, в том числе и вопросы дисциплины и законности были. Комсомольская организация с молодежью там работала, профсоюзная организация там работала, с непартийными и некомсомольцами. Там была комиссия по борьбе с пьянством на предприятии. С тунеядством? С тунеядством не было комиссии. Не было? Но мне кажется, там боролись советские фильмы, об этом только говорят. С тунеядством боролись, была статья 209 Уголовного кодекса от бородяничства и тунеядства была. Там были советы содействия семье и школе, там были товарищеские суды, у которых были административные права, они могли штраф даже к нарушителям, к мелким и так далее. Кроме того, на территории города было 11 общественных пунктов охраны порядка. Это были в основном трехкомнатные квартиры в многоэтажных домах. Общественные пункты охраны порядка. Там был начальник штаба, он координировал деятельность добровольных народных дружин. Это вот как сейчас такая аналогия? В городе Пскове было 10 тысяч дружинников, народных дружинников. Они выходили на работу где-то по 400-500 человек ежедневно. Был начальник штаба, начальники штаба это было, скажем, в мое время, Калинин Борисович Александрович, бывший начальник УВД города Пскова, он на пенсии был, военный прокурор там, и такие все солидные были люди. Они координировали деятельность. На общественном пункте охраны порядка работала детская комната милиции, там работал товарищеский суд по месту жительства, а не по рабочему месту. Там была комиссия по борьбе с пьянством, по месту жительства, а не в рабочем коллективе, там и так далее. Там были советы содействия семье и школе и так далее. И вечером участковый приходит туда, приходят дружинники, там человек 30, он им выписывает на бланках и пишет, так, вы проверяете какие-то адреса, там люди находятся ранее судимы под гласным административным надзором, и напишите, дома он находится, в каком состоянии там и так далее. Другим выписывают, вы идете к невыполученной там семье, смотрите в каком они состоянии, вы идете к несовершеннолетнему, который находится на учете и так далее. И все это была вот помощь такая полиция. Да, это все работало, и участковый этим всем организовал, координировал эту работу и так далее. И это все работало, а сейчас все, ничего, никакой общественности нет. Подождите, есть дружинники? Вот, Максим, есть же дружинники, доходишь по улицам, вот эта помощь есть какая-то от этих людей? Ну, сейчас, да, я думаю, конечно, есть охрана общественного порядка дружинники занимаются. Я видел их, это слезы, а не дружинники, потому что тогда дружинники были идейно. Знаете, мне кажется, я иногда даже вот иду вечером домой из магазина, иду несколько вот этих дружинников. Но иногда я вижу это женщины среднего возраста, иногда старше. Поголю. Иногда это молодежь такая, за которую реально самой страшно. Как бы эту молодежь, этих дружинников не пришлось спасать в Сомном переулке, ну, серьезно. Я вот думаю, какая же от них может быть помощь? Максим, вот вам поступает помощь от таких дружинников, от каких дружин? Ну, лично мне не могу сказать, лично мне нет. Полицию? Возможно, да. А население вообще с готовностью помогает в работе полиции? Да, помогает, участие помогает, конечно, в раскрытии преступлений, там, административных правонарушений. Содействует. То есть рассказывают, да, что-то вот смотрят, наблюдают? Ну, да, несомненно. Тем более, особенно такие дома, которые уже люди пожилого возраста, вот, они особо внимательные, и они могут помочь и рассказать вообще про все. А у вас есть такие вот, ну, как, знаете, уже люди, вот, например, какой-то дом, вы знаете, вот там такая тетя Люся живет, и с ней можно поговорить, кто-то что-то где-то ходил, видел, вот такие. Ну, на своем участке, да, конечно, есть такие люди. Позвонишь или придешь, и они все расскажут, покажут. Мне кажется, сейчас очень много сразу же выкладывается в интернет. Ну, как бы, где-то что-то произошло, смотришь социальные сети, группа известная у нас в городе Пскове, да, жесть по-псковски, там уже все видят, там уже номера есть, кто что совершил, тысячи комментариев под этим постом. Это помогает как-то? Да, это тоже, да, несомненно. Бывает, что, еще об этом не знаешь, уже где-то есть это в социальных сетях. А видеокамеры в городе есть? Да. Много их? Около ста. Это центр города или в спальных районах тоже? Место дислокации является служебной тайной. Да, это чтобы граждане вот были как-то спокойны, более-менее, чтобы знали, что здесь на этой улице я иду, и полиция видит, что где я иду, как. Существует в том, что анализируется это преступление, которое совершается в общественных местах, и перекрывается вот эти вот места, где они совершаются. Хорошо, тогда давайте вот смоделируем ситуацию. Ну, вот на примере мои знакомые. Молодой человек возвращается домой с работы. Около 7 часов, около 8 вечера. Поздно уже вечереет, рано, темно. Вдруг он слышит, как над его головой, на балконе, где-то вот на верхних этажах, идет звук, хлопок, стрельба из пневматического пистолета. И какой-то разговор, вон, посмотри, он идет, ладно, давай не будем. Что делать в этой ситуации? Мне кажется, люди сейчас, они склонны пройти мимо, обезопасить себя каким-то образом, но лишний раз не вызывать полицию. Это действительно так? Или часто вызывают, ну, как бы не стесняются того, что где-то что-то они увидели, услышали, запомнили, и нужно сообщить в полицию? Это зависит от того, как полиция реагирует. Если человек один раз позвонил, и полиция среагировала, и четко среагировала, добросовестно, результативно, ну, там, где может быть результат, он будет звонить еще. А если он позвонил, приехали через 3 часа, ничего не сделали, походили, походили, ничего не сделали, он звонить больше не будет. Он понимает, что от них ждать нечего. Поэтому все зависит еще и от полиции, как она реагирует. То есть люди не боятся звоняться сейчас, можно так сказать, да? Или нет такой какой-то вот... Я просто не могу понять, насколько наше общество, оно готово говорить, сообщать о каких-то преступлениях. Вот по каким-то мелочам, может быть, да, незначительным, тревожить органы внутренних дел. Ну, вот я бываю на приеме граждан ежемесячно, там. Люди обо всем говорят, особенно люди старшего поколения. Они говорят обо всем, им до всего есть дело. Очень часто, конечно, они лишнего там говорят. Нужно фильтровать тоже. Да, то, что не относится к полномочиям, скажем, полиции. Полиция не вправе реагировать на эти вещи, на моральные какие-то, еще какие-то вещи. Но, тем не менее, они считают, что должны вмешаться. Общество сегодня ответственное какое-то в целом или нет? Мне кажется, более ответственные здесь пожилые граждане, как вы говорили. Нет, у них просто иные представления о том, что правильно, что неправильно, где добро, где зло. Максим, а часто вас вызывают на такие случаи, где приходишь и думаешь, вот зачем вызвали? Это же совершенно не то, что показалось. Бывает, конечно, без этого. Но люди тоже часто обращают, как вы говорили, уже мимо проходят, слышат, что с дома, с окна где-то крики, оры, и да, они тоже звонят полицию, информируют, говорят для информации, что там-то, там-то такой-то шум. И ваша обязанность в любом случае выехать, проверить, посмотреть? Да, конечно. То есть нет такого, что не поедем? Нет, такого, что кто-то сообщил, кто-то сообщил, да, и не выехать, такого не бывает, нет. А часто ли какие-то преступления удается по горячим следам раскрывать? Да, такой процент есть, и такой учет ведется, сколько раскрыто по горячим следам. Но видите ли, это на слуху-то, скажем, по горячим следам. Есть преступления без лица, где по горячим следам ничего не раскроешь, а есть с лицом, когда люди видели, слышали, могут назвать там, и так далее, и так далее. Вот там вот можно по горячим следам. Но это примерно где-то десятая часть. А нераскрытых преступлений много? Ну да, по разным видам, по кражам много, по убийствам практически нет, убийства почти 100% раскрываются, нанесение тяжкого вреда здоровью тоже за 90% и так далее. Что касается угонов, карманных краж и так далее, они поменьше, конечно. Там нераскрытых уже много. А были в вашей практике какие-то случаи такие интересные, которые действительно являлись головоломкой для полицейского, для сотрудников органов внутренних дел? Может быть, вспомнилось такое? Да, это, наверное, в книгах только пишут. Детективы, да, фильмы? А так, в принципе, это все понятно. Если оставлены какие-то следы, то по следам этим, скажем, что-то можно сделать. Бывает так, что, ну, ситуативные преступления шли двое в темноте, один другого плечом толкнул. Тот разворачивается и бьет его по голове. Тот падает головой, бьется об асфальт, там тяжкие телесные повреждения. Как его найти? Это ситуативная вещь. Между ними не было ни конфликта, ни разговоров, ни борьбы за девушку, ни конфликта на работе, ничего не было. Это ситуативное преступление. Шли его там, одного толкнула и все. Поэтому, ну, как это раскрыть? А тот, который упал, он не помнит. Было темно, шли там плечом. Я ему говорю, ты чего, козел? А он меня ударил, все на это. Разные такие запутанные вещи, головоломки оставим для фильмов, да, наверное? Да, в основном, да. Хотя есть, конечно, но если есть желание, то можно раскрыть практически, скажем, любое преступление. Любое. Если есть желание, если есть силы, возможности и так далее. Какой-то склад ума, какие-то качества необходимы для раскрытия преступления, для работы в полиции? Ну, вот, скажем, меня учили, у нас предмет сейчас такой криминалистик, я в Ленинградской средней школе милиции начинал учиться еще. И нам говорили так, что вот портной, когда идет, видит человека, он сразу, говорит, запоминает, какая на нем одежда, как она шита, сколько пуговиц, какого цвета, какой материал. Вот идет, говорит, сапожник, он сразу видит, какая обувь, цвета, кожа там и так далее. Идет парикмахер, говорит, он видит, какая стрижка у человека там и так далее. А вы, милиция, говорит, должны сразу срисовать все это вместе одновременно. Вот такие вот навыки надо вырабатывать. Максим, согласны, есть такое? Да, конечно. Оцениваете людей же, вот видит перед собой человека уже так, ага, ясно, это, это, это. Ну, и много других. Процесса работы, да, конечно, уже начинаешь обращать на это все внимание и смотреть более детально. Мы разговор наш начали, знаете, с таких вещей, трудно ли, не трудно ли работать в полиции, а как семья относится к сотрудникам, к полицейским, поддерживают ли, вас поддерживают, ваша семья? Ощущали вот это все, что силы дает? Я начал работать, я приходил домой в час ночи, уходил в пять утра, вот, и, конечно, и выходных не было, и ничего не было, но это недолго проложалось, вот, ну, конечно, это вызывало, вызывало, ну, и потом. Ну, напряжение, скажем так. Я уходил, когда маленький был, я уходил, он еще спал, я приходил, он уже спал там, и виделись мы только, скажем, в воскресенье, когда в баню вместе ходили. Вот, это накладывает, конечно, но если жены не согласны, там, семья не согласна, они уходят, разводятся. Часто бывает? Я не скажу, что часто у нас, обычно держатся как-то, или находят таких, или привыкают, наверное, к этому. Надежный тыл должен быть. Трудно сказать, но вот я работал, приходили ко мне с жалобами, и жены приходили, и тещи приходили, там, и жаловались, там, на что-то, но я им говорю, а что я могу сделать, говорю, ну, пусть и ищет себе легкую работу, идет за вхозом в детский сад, там, там, с девяти до шести, два выходных, там, и так далее. Мало было разводов, хотя, наверное, тяжелая обстановка в семье была. А вы бы хотели, вот, или, может быть, действительно уже так сложилось, чтобы ваши дети пошли работать на службу в полицию? Вы знаете, я не настаивал ни на чем, когда мой сын, он вырос, он мне сказал, что я никогда не буду в этой системе работать, говорит, потому что, говорит, человек рожден для того, чтобы работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать. Говорит, как ты, я пойду в Финек, он мне говорил, в Ленинградский, потому что его товарищи туда собирались. Так сложилось? Нет, а потом проходит где-то в одиннадцатом классе, он говорит, он увидел, это были уже девяностые годы вот эти, он говорит, нет, кто-то должен с этим бороться, это недопустимо, чтобы так все было, говорит, и так далее. И пошел он, университет МВД закончил в Ленинграде, правда, потом он ушел из этой сферы, он работает уже в мэрии города Сочи, юридическое сопровождение осуществляет. Но первое впечатление у него было такое, что кто-то с этим должен, говорит, бороться. Максим, скажите, у вас есть семья? Да. Жена, дети? Детей нет, жена есть, да. Жена. Готова она к такой жизни рядом с сотрудником полиции? Не жалуется вам? Нет, сейчас, в настоящее время, возможно, я еще не столько много проработал, но сейчас, в настоящее время, поддерживает меня, потому что это мой выбор, я шел осознанно направлено сюда. А ваши дети хотели бы, чтобы поступили тоже на службу? Ну, это, опять же, их выборы, я настаивать ни на чем не буду. Ну, сейчас я предлагаю ненадолго прервать наш разговор, и мы дозвонились начальнику штаба МВД России Новосокольнический майора внутренней службы Павлу Захарову и его сыну Савелию. Дело в том, что наш юный земляк Савелий Захаров стал призером всероссийского конкурса детского рисунка «Мои родители работают в полиции». И мы решили с ними поговорить о, собственно, семье и о том, стоит ли детям, служащих полиции, идти по их стопам. Вот о чем мы поговорили. Павел Владимирович Савелий, здравствуйте. Я знаю, что, Савелий, ты у нас прошел финал всероссийского конкурса рисунка, и посвящен был этот конкурс работе твоих родителей, работе в полиции. Ну, первый вопрос, наверное, тебе, Савелий. Как ты относишься к работе твоих родителей? Как ты считаешь, насколько она трудная? Очень трудная. Наверное, папа и мама пропадают на работе день и ночь. Да. А что ты нарисовал на своем рисунке? Нашу полицию, на фоне которой стоит мой папа. А как ты считаешь, что самое главное в работе твоего папы, и вообще что ты о ней знаешь, чем твой отец занимается? Главы преступников. Без полиции, я думаю, у нас было бы беспорядки в стране. Полиции нельзя. Полиция выполняет большую роль в защите прав граждан, помогает им. А вы рассказываете что-нибудь о своей работе сыну? Да. Ну, он, конечно, стесняется. Он сам любит у него, значит, и игрушки, машинки полицейские. Он устраивает там какие-то погони, задержания. Наверное, папа очень красочно описывает свою деятельность, правда? Ну, да. Ну, сейчас еще много очень и по телевизору чего-то видят. То есть Савелий правильно описал вашу работу «Ловите преступников». Да, может быть. Сейчас, конечно, моя работа больше связана уже с подготовкой различных отсчетов. Более такая бумажная стала. Менее романтическая какая-то, да? Да, да. Я работал долгое время в уголовном розыске. Вот это была как бы самая такая, наверное, романтическая работа, когда ты не бываешь дома ни днем, ни ночью. Хорошая романтика, правда? Это вот, естественно, в кавычках. Да, вспоминать, конечно, хорошо. А вы бы хотели, чтобы ваш сын продолжил династию такой уже, получается? Ну, конечно, это его выбор. Почему бы и нет? Можно, я думаю, что попробовать. Савелий, ты бы сам хотел работать в полиции, когда вырастешь? Да. Как ты думаешь, многим вещам придется тебе учиться, чтобы стать полицейским? Вот каким полицейский должен быть прежде всего? Может, он не смелый, спортивный. Может, он должен метко стрелять, например? Да. Прямо бы знать должен. Ну, наверное, еще очень справедливым всегда следовать букве закона, правда? Да. Павел Владимирович, теперь, наверное, к вам вопрос. Вот как вы считаете, как к нашей полиции сейчас относятся в обществе? Есть ли у нас такое понятие, чтобы дети равнялись на полицейских? Вот как раньше на дяде Степа был такой герой, да? А теперь как-то все перешло больше супергероев, Бэтмены различные. Может быть, следует как-то больше это все популяризировать в вашу работу? Да. В настоящее время, конечно, я думаю, что наша молодежь меньше хочет работать в полиции. Ну, возможно, это такое мнение, которое навязывается обществу. Мы должны стараться, конечно, через средства массовой информации показывать больше положительных моментов в работе полиции. Потому что, как смотришь новости и читаешь, в основном все время показывают какие-то негативные моменты. И это и сказывается отрицательно на мнении населения. А нам надо больше уделять вот именно пропаганде, показывать примеры положительные. А их множество. Они можно каждый день о каких-то примерах рассказывать. Мы вас благодарим за разговор. Желаем вам успешной службы, удачи. Побольше спокойных дней, ночей. Побольше времени проводите со своей семьей, со своим сыном замечательным. Передаем ему привет еще раз. Желаем удачи в конкурсе. Было приятно очень с вами пообщаться. Спасибо большое. Наверное, на этом и закончим. Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо большое, что вы защищаете общество, нас. Защищаете жителей города Пскова, области. Я желаю вам спокойствия. Желаю, чтобы поменьше было различных поводов вам как-то срываться ночью, куда-то уезжать, решать какие-то вопросы, конфликты. Чтобы этого всего было как можно меньше в вашей и нашей жизни. Благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. И вас мы поздравляем, потому что это не профессиональный только праздник, а общенародный. Сегодня у нас в гостях были ветеран органов внутренних дел, председатель общественного совета при региональном ОМВД Малышев Джамал Васильевич и участковый полномочный полиции, младший лейтенант полиции Максим Васильев. Спасибо большое за разговор. Я прощаюсь с вами, уважаемые радиослушатели. До свидания. Продолжение следует...